Наконец-то, друзья, долгожданное видео на моем канале по поводу того, каким образом можно очень легко, просто считайте, в два клика улучшить фотовозможности вашего Redmi Note 10 Pro при помощи установки Google камеры. Да, теперь у нас фотки будут более красочные, HDR будет работать лучше, а мыло на фотографиях, которое есть в стоковой камере Redmi Note 10 Pro, исчезнет. Мало того, у нас появляется возможность записывать видео 4K со стабилизацией. Мне не терпится поделиться с вами результатами, которых мы добились. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать, что вы давно просили, чтобы я записал это видео, а я давно вам говорил, что я это видео запишу. Но проблема была в том, что не получалось настроить правильно камеру, потому что вечно вылезали какие-то нюансы, приходили какие-то новые версии, все было очень сыро. Сейчас тоже есть над чем работать. Google камера это та вещь, которая постоянно модернизируется, но уже прямо сейчас вы можете получать кайфовые фотографии. Именно поэтому я хочу вам рассказать, каким образом это можно сделать, причем делается это на самом деле крайне просто. Кстати, друзья, один момент. Совсем недавно я выкладывал видео по поводу того, каким образом Redmi Note 10 Pro может делать фотографии лучше, чем iPhone 12 Pro и Galaxy S21 Ultra. Неожиданно? Да, неожиданно. Все, что нужно на самом деле, это фотографировать в Pro режиме и сохранять фотки в RAW. Это видео хорошо набирает обороты, я вот здесь оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Мне кажется, оно будет тоже для вас полезно, если вы хотите улучшить качество фотографий на вашем Redmi Note 10 Pro. Кстати, если вы вдруг не знаете, Redmi Note 10 Pro это один из самых крутых смартфонов 2021 года. За очень обвиняемые деньги, если у вас есть 25 тысяч рублей плюс-минус, очень вам рекомендую задуматься именно над этой моделью. Тем более, что теперь при помощи Google камеры можно будет решить те вопросы, которые были раньше. Но если вы вдруг захотите купить Redmi Note 10 Pro, а может быть Pixel, а может быть Samsung на Snapdragon, обращайтесь к моим друзьям. Компания Цифрус, внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классная сцена, доставка по всей России. И если по этой ссылке перейдете, получаете подарок. У нас план действий такой, я сначала вам покажу результаты, которых мы добились. Мы, это наша команда, вы же знаете, что у меня есть телеграм-канал, честный блог, в котором мы настраиваем вам Google камеры. То есть мы делаем фотографии лучше, по возможности, конечно. Поэтому все старались, админы старались, Женя старался, всем большое спасибо. Первая фотография, это, конечно же, фотография моей любимой супруги. Начинать надо с любимых. Посмотрите на две эти фотки, вы видите, что на стоковой камере у нас все очень желтое. А Google камера сделала более правильный баланс белого цвета, поэтому у нас волосы не желтые, лицо не желтое, все отличное. Ну и самое главное, конечно же, это детализация. Я не могу сказать, что глобально есть разница, но в целом, я думаю, что вы видите, кожа, поры, глаза, роговица, ресницы, губы. Все это выглядит на Google камере гораздо лучше, чем на стоке. Или вот еще одна фотография. Здесь стоковая камера тоже, я бы сказал, уходит немножко в красные тона. Посмотрите, уж слишком розово-красное получается лицо. И более правильного цвета лицо получается на Google камере. Это первый момент. Второй момент, это детализация. Посмотрите, насколько глаза, брови, ресницы лучше выглядят на Google камере, чем на стоковой камере. Волосы выглядят более четко. Самое главное, нет вот этой обработки, которая есть на основной камере. Следующая фотография. Здесь, обратите внимание, фотка против яркого света. И поэтому на основной камере у нас практически не отработал HDR. И небо полностью засвечено. А на Google камере у нас получше отработал HDR. Да, сама картинка стала потемнее. Но вы ведь всегда можете поднять яркость человека. Если после будете редактировать фотографию. А если смотреть на основную камеру, то облака-то вы уже не вернете. Вы можете сказать, что Филипп, надо было просто тапнуть по облакам, и тогда все было бы хорошо. Ну, тогда картинка была бы слишком темной, я думаю. В любом случае, вы знаете, что режим HDR получше отрабатывает на Google камере. А дальше есть нюансы, которые можно подкрутить. А давайте посмотрим сюда. Обратите внимание на лицо. Лицо на стоковой камере больше засвечено, чем на Google камере. Видите, вот этот блик от солнца. Это первый момент. Второй момент. У нас здесь немножко разная цветопередача. И я бы сказал, что на Google камере здесь все немножко ушло в желтые тона. Тут, что важно знать, друзья. Помните вот эту фотографию, самую первую. Здесь стоковая камера ушла в желтые тона, и мы с этим, по большому счету, ничего не можем сделать. Ну, только если заходить в Pro режим и там что-то разруливать. А в Google камере, если у нас вдруг появляется ощущение, что фотография слишком желтая, или наоборот, слишком не желтая, мы можем это поправить. Причем делается это в два клика. Вы просто открываете камеру, опускаете ползунок, и вот здесь вот есть третий пункт. Google автоматическое определение белого. Он либо выключен, либо включен. Поэтому, если вам кажется, что фотография немножко не того оттенка, просто заходите сюда, меняйте этот переключатель и смотрите на результат. Ну, окей, с супругой разобрались, теперь давайте перейдем на детей. Ну, во-первых, стоковая камера сделала слишком светлую фотографию. Поэтому у нас и небо засвечено, да и ребенок, видите, немножко не хватает все-таки цветов. Давайте вот увеличим и посмотрим. Ну, во-первых, на Google камере чуть больше детализации. И я бы сказал, чуть побольше объема. Во-вторых, она более цветная, и поэтому костюмчик, комбинезон, выглядит симпатичнее, чем на стоковой камере. Ну и вообще, когда мы делаем фотографию в более темных условиях, основная камера обычно пытается все вытянуть. Зачастую вечер превращая в день, а ночь превращая в вечер. Google камера в данном случае тут делает поинтереснее картинку. Что самое интересное, и вечером, и днем мы будем все равно на Google камеру получать большее количество деталей, чем на стоковую камеру. Вот, посмотрите на эту фотографию. С виду они примерно одинаковые, но если увеличить, если посмотреть, например, на одежду, то вот, например, на рукав, видно, что на Google камере у нас видна фактура ткани, а на основной камере ее не видно. Мало того, вот здесь, на основной камере засвет, а Google камера в этот момент справилась лучше. Я вообще вам знаете, что порекомендую? У вас же теперь есть две кайфовые камеры, основная и Google камера. Вы делаете фотографию и на ту, и на другую, и смотрите, какая вам больше понравится. Ну а впереди же лето, время отпусков, вы наверняка куда-нибудь поедете, вам нужно делать хорошие пейзажи. Вот давайте посмотрим на эту фотографию. Во-первых, обращаем внимание, небо на Google камере менее засвечено, и при этом его больше видно. А на основной камере оно засвечено. Это раз. Во-вторых, на Google камере видно, что деревья зеленые, а на основной камере видно, что они просто черные. Это два. Вот здесь, опять же, посмотреть на корму автомобиля. Цвета на Google камере получаются более цветными и выраженными, нежели на основной камере. То есть получается так, что когда мы фотографируем в сложных условиях, основная камера не может различать цвета. Google камера за счет своего HDR+, может это делать. Вот еще одна фотография. Опять же, на Google камере более яркие цвета. Она более правильно передает атмосферу, потому что это был вечер, а основная камера все-таки засвечивает. Ну и опять же, детали. Вот смотрим на корму автомобиля. Посмотрите, как все темно на стоковой камере, и как есть детали на Google камере. Понятное дело, что мы здесь с вами разбираемся в таких мелочах, но по большому счету, когда происходит сравнение двух фотовозможностей, не знаю, там iPhone и Samsung, смотрят именно на то, насколько есть отличия в мелочах. Так вот, я считаю, что когда Google камера видит цвета, а стоковая камера не видит цвета, здесь есть о чем поговорить. Мало того, вы видите детализацию, количество мыла, которое есть на стоковой камере, и уменьшение этого всего на Google камере. То это были дневные фотографии, давайте теперь перейдем в раздел ночных фотографий и ночного режима. Мы все, понятное дело, очень любим ночью фотографировать красивые здания. Давайте смотреть. Ну, во-первых, я думаю, что вы прямо сейчас уже видите, что тот момент про цвета, который я вам говорил, он очень сильно отработан на Google камере. Давайте посмотрим вот сюда. Посмотрите, как все бесцветно получилось на стоковой камере, и как все красиво и цветно получилось на Google камере. Вот здесь, да, в окне, там внутри зеленые предметы, а основная камера же вообще этого не видит. То есть у нас просто бесцветная фотография. Мало того, если посмотреть, как это работало в тенях, то Google камера здесь тоже вывозит. И единственный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, вот эти цветные пиксели, которые на самом деле являются артефактами. Это все дело лечится, поэтому, когда вы будете скачивать свою версию Google камеры, мы там уже финально все подстроим. Это была основная камера, а вот широкоугольная камера. И также смотрим, насколько широкоугольная камера больше дает цветов, чем основная камера. Конечно же, детализация. А на ширике вообще с детализацией всегда крайне-крайне сложно. Можно посмотреть и на мост вот сюда, да, и на перила количество деталей, ну и, конечно же, на само здание. Опять же, деталей больше, цветов больше. Вот здесь, да, можно посмотреть на эту часть. Но обратите внимание, как все сложно на основной камере и как все получше на Google камере. Или приедете вы в Петербург и захотите сфотографировать Исаакиевский собор. Грандиозное сооружение, безумно красивое. Вы это делать будете ночью на основную камеру? Так давайте посмотрим, какие у нас результаты. Обратите внимание, какая мыльная картинка на основной камере и какая она не мыльная на Google камере. Вот этот кусок полностью показывает, что Google камера дает очень крутые результаты по сравнению со стоком. Каша, которая была на стоке, превращается в реальное хорошее изображение. Все эти улучшайзеры, которые работают на стоке, они сейчас убивают фотографии. А без улучшайзера фотка получается очень хорошей. Ну и если на широкий угол будем фотографировать, тоже давайте посмотрим, насколько широкоугольная камера делает лучше фотографию, чем на основную камеру. То есть не сказать, что прямая разница глобально лучше, но лучше. Поэтому нам ничего не мешает просто в какой-то момент сделать фотографию не на стоковую камеру, а на Google камеру. Или вот тоже интересная фотография. Вчера сделал. Во-первых, более правильные цвета на Google камере. Ну и опять же детализация моста, меньшее количество обработки. Ну и давайте посмотрим вот сюда. Вот видите, здесь земля правильного цвета и трава зеленая на Google камере. На основной камере цвета не очень понятно какие. Вот смотрим сюда. Опять же, зеленая без перешарпа и перешарпленная на стоковой камере. Что такое перешарпи, если вы не знаете. Посмотрите, если увеличить, то видно, что вокруг объекта белая полоса. Эта камера сама определяет объекты и их обводит белым, чтобы их немножко выделить. И когда мы издалека смотрим, то фотография получается более четкой, а когда мы увеличиваем, то получаются артефакты. Посмотрите, везде, везде по всему контуру. Вот, например, контур берега. Везде все выделено белым. И часто такое бывает, что в итоге из-за этого портится фотография, а наоборот не улучшается. Понятное дело, что там в Redmi не дураки сидят, настраивают камеру. Но в данном случае я бы сказал, что лучше бы обошлось без вот этой обработки. Что касается селфи камеры, я бы сказал, что здесь есть над чем работать. Традиционно Google камера дает очень хорошие результаты в плане селфи. Но здесь я не могу сказать, что мне сильно нравится. Во-первых, слишком темное лицо у нас получается. Во-вторых, у нас слишком много шумов. И даже несмотря на то, что детализация получается получше, мне все равно здесь больше нравится стоковая камера. Но опять же, это вопрос лишь доработок и времени. Если только что на фотографии у нас солнце было сзади, то здесь солнце у нас падает спереди. Я бы сказал, что здесь тоже мне больше нравится картинка на основную камеру. Ну, еще раз скажу. Вы выбираете тот вариант, который вам нравится. Делаете фотографию на сток, делаете фотографию на Google камеру. Со временем вы поймете, какие режимы работают на одной лучше, и какие режимы работают лучше на другой. Я на самом деле очень много делаю разных фотографий. Бывает, что стоковая камера делает фотки лучше. Ну, в этом ничего страшного нет. Google камера постоянно дорабатывает. Я надеюсь, вы поняли основную мою мысль. Теперь у нас есть возможность, особенно, я бы сказал, это касается фотографий людей, делать фотографии более качественные, более прикольные, более красивые. И самое главное, убрать вот эти улучшайзеры, которые есть в стоковой камере, и добиться более правильной фотографии. Теперь давайте покажу, каким образом вы можете на свой Redmi Note 10 Pro или, кстати, на другой смартфон установить Google камеру при помощи нашего телеграм-канала. Ну, а скачиваем мы Google камеру в нашем телеграм-канале, который называется «Честный блокчат». Внизу будет ссылка в описании, либо можете в поиске в телеграме найти. Здесь происходит разное общение. Вот, например, смотрите, Волк зашел, написал, «Нужна Google камера на Poco X3 NFC?» И так далее. Здесь люди задают вопросы, мы им помогаем. Вам нужно зайти сюда и написать такое сообщение. «Решетка Google камера». Решетка Google камера. Пишите сообщение, отправляете. И вам вылетает список камер, которые мы уже настроили. Можете убрать клавиатуру. Камеры, которые мы и настраивали. Если вдруг здесь нету той камеры, которая вам нужна, и если это не Huawei и Honor, то, что, к сожалению, Huawei и Honor, Google камера с ними не работает, Samsung тоже раз от разу. Но в любом случае, задаете вопрос и получаете ответ. Redmi Note 10 Pro, та камера, которую мы ищем, нажимаем. И переходим в сообщение, где как раз-таки есть последняя версия Google камеры и конфигурационный файл. Значит, пару слов по поводу Google камеры. Google камера, ее выдирают специально обученные ребята из смартфонов Pixel. То есть, есть разные команды, которые выдирают эти камеры, которые адаптируют их для простых людей. Этим командам большое спасибо, без них ничего бы не было. Они адаптируют Google камеры под разные смартфоны. Мы занимались настройкой. Мы делали вот этот конфигурационный файл, чтобы все работало как надо. Если у нас вдруг будет какое-то обновление, мы, соответственно, здесь будем выкладывать уже новую версию и конфигурационного файла, и Google камеры. Самое главное, что все все это делают бесплатно, просто для того, чтобы люди могли делать фотографии лучше. Мы скачиваем вот этот файл и устанавливаем. Если вам вылезает разрешение на установку с неизвестных источников, делайте. Дальше у нас происходит установка. Кстати, если здесь вылезает реклама, заходите вот сюда в шестереночку и получать рекомендации, уберите эту галочку. Итак, у нас есть камера. Мы ее открываем. Даем необходимое разрешение. Отлично. Камера работает, но она не настроена. Возвращаемся обратно в Telegram канал, и вот этот конфигурационный файл сохраняем. Троеточие. Save to Downloads. В папочку Downloads у нас сохранился этот файл. Мы идем обратно в камеру и нажимаем два раза вот на эту область. Раз-два. Дальше идем в папку Downloads, ведь я сюда сохранил файл, и вот он называется Note 10. Нажимаю. Он загрузился. Но это еще не все. Дальше надо сделать последнее движение. Свайп сверху вниз. Кстати, здесь все настройки Google камеры. Вспышка. HDR+, который надо включать в режим. Определение баланса белого. Помните, я вам рассказывал про желтые снимки. Вот как раз таки это здесь. Таймер. И все остальное. Но мы заходим в основные настройки. Здесь как раз таки много всего. Видите, геотеги можно. И звук камеры включить. И так далее, и так далее. А нам нужно вот сюда. Кастомные библиотеки. И здесь от Google мы переходим к Sleep A. Не спрашивайте, что это такое. Я не в курсе. Теперь мы перезагружаем камеру. Все. Она готова. Камера, портреты, широкоугольная камера тоже работает. Ночная съемка тоже работает. Если захотите фоткать звезды, вот, астрофотография. Включайте режим астрофотографии. Либо выключайте его. Помните, я говорил, что в видео теперь у нас работает 4K со стабилизацией. Вот разрешение 4K. И посмотрите, у нас, видите, картинка желейная немножко. Потому что она стабилизируется цифровым способом. Есть, кстати, разный режим стабилизации вот тут. Посмотрите. Это важно, потому что в основной камере стабилизации при 4K 30 кадрах в секунду нет. Вот такая вот история. Все молодцы, кто работают над созданием этих Google камер. Ну, а вам желаю хороших фоток. И с вас, естественно, лайк этому видосу. Ну что, друзья, я очень надеюсь, что это видео для вас было полезным. Я очень надеюсь, что вам понравились результаты, которых мы добились. И я надеюсь, что результаты будут еще лучше со временем, когда Google камера будет еще больше настроена. Я вам желаю хороших фотографий. Я вам желаю не бояться экспериментировать. Главное, экспериментами не убейте свой телефон. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Если вам нужен разбор Google камеры на каком-то другом смартфоне, например, на Galaxy A52, а может быть, A72, а может быть, Mi 11 Lite или еще каком-то другом Xiaomi или Redmi, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И мы тогда запилим для вас специальное видео по поводу Google камеры для этих смартфонов. А вообще, большое спасибо всем за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Не болеем, всем счастливо и пока. Продолжение следует...